доброе утро всем я уже отработала знаете куда сейчас хочу поехать ветер непонятный на рынок у меня лука нет и представляете а потом подумала авокадо правда не знаю может быть он уже закрылся не помню во сколько он закрывается сколько они собираются ну поеду посмотрю авокадо хочется так что поехали на рынок на рынок приехала они уже собираются правда вы не поверите но я опять телефон на работе забыла твою дивизию ну ничего сегодня поеду заберу после обеда уже и там погуляя по пляжу вот тут всякие специи сейчас наберу наверное зерла специи смотрите здесь сумки тоже всякие чарли чего ты боишься чарли из такого скопления большого боится и много разных овощей перчики хорошие какие для жарки черемой манго мангу левчики в общем всего до всего здесь есть и давно так на рынке не было кстати рынок находится рядом с моим спортзалом так что я уже тут затарилась и луком и авокадо в общем купила все надо что надо и не надо там у меня вовсю картошка варится купила вот такие приправы это для мяса это сушеный чеснок а это для овощей так пахнет просто нереально вот в такую баночку сложила можно сказал для вареных можно для обычных вообще-то мужчина попался это как сказать кулютурный что ли все рассказал потому что я стала такая стою вон такой что хотите это камень даже не знаю что хочу ну не начал я буду дайте что-нибудь для мяса он такой острое не острое я говорю ну не острое и вот он не собрал пахнет просто нереально так что вот так я теперь со специями и что-то заплатил я вот за три пакетика четыре евро и недорого потому что пойдешь в меркодон или еще куда-то вот такой вот штука стоит евро 52 евро а там четыре за большие пакеты нормально сделала себе салат из свеклы здесь с орехами сыром с чесноком чуть-чуть майонеза вот этих специй вкусняшка авокадо на рынке купила что-то и евро пятьдесят килограмм представляете а я вчера в алькампу была там были около четырех евро килограмм и это с предложений пипец да какие цены вот этот прям уже можно вам скоро кушать сюда положу и пускай греет греется мой лук и все так что сейчас буду делать толчонку а муж нет муж не любит толчонку не знаю почему он так с оливковым маслом поливает все ему зашибись я у меня колбасу я вам не показала свою которую я делала знаете она больше на паштет похоже я мужу дала попробовать он горит паштет в общем форму держит все такое но паштет паштетом конечно не вареная вот так вот но больше делать не буду так что понятно да все такой вот у меня будет обед сейчас соберу покажу такая колбаса паштет паштетом всем приятного аппетита в общем еду за телефоном и знаете я сегодня пока по рынку шаталась увидела сестру свою ой свою мужа и она была с подругой это которая помните я рассказывала что она не ходит ну который я стричь отказалась которая потом пошла в другую парикмахерскую там ее так оболванили что она теперь пять раз пожалела об этом так вот она сегодня опять пришлось сегодня с утра а вы знаете что субботы у меня была химия назначена и я ей говорю у меня говорю на 10 утра ну прям как я открылась химия я тебя уложить могу вот ну через полчаса буквально сейчас ей продукт нанесу на волосы все и тебя нет мне некогда я спешу она на рынок собиралась сестрой мужа я спешу меня уже ждут я говорю ну я тебе ничем не могу помочь женщина говорю пришла в субботу заказала себе но она как всегда знаете вот надо все по ее что было и все и вот хоть ты тресни ну естественно я химия это долгий процесс я говорю ну извини я говорю не могу оставить женщину сидеть ждать пока эти этому ложу тем более она по записи ну все значит и она меня ждут туда-сюда уехала ну вот на рынок и вот на рынке мы встретились я такая что-то подумала говорю слушай горе я телефон забыла на работе сегодня поеду за ним хочешь говорю в четыре часа приходи я тебя уложу ну короче она да да спасибо ляля тополя в общем я ее сейчас пойду а приходу и заодно телефон заберу и потом на пляж поеду погуляю с чарли на пляже и и вот такие вот у нас планы на вечер потом я уже с сумку собрала ой полиция какой интересный номер это чё за номер такой вообще такие вообще бывают вот обычный номер а там просто отвалился его сами нарисовали ой прикол такой отвалился наверное потеряли и нарисовали омблин омблин ну вот мы немножко прогулялись чали начали кстати спасибо вам за комментарии про мою пятку но как бы почему я стельки купила потому что именно в этих кроссовках вот в этих у меня болит даже не пятка а вот тут когда заканчивается пятка я эти когда кроссовки купила мне ничего не болело никакая не пятка не под пяткой не над пяткой и когда начала их носить но в спортзал и все и я чувствую что пятка что-то не то может быть объем там неправильно сшит сделан или еще что-то и в общем поэтому я решила сменить купить себе другие кроссовки уже как бы эти я покупала в лидере они дешевые думаю вдруг наверное кроссовки такая фигня и в общем купила другие и с других у меня не с не с обувью не с кроссовками нет вообще никаких проблем пятка не на не болит даже намека нет как только я надевал эти кроссовки но гуляла с чарли потом опять у меня начинала под пяткой болеть и поэтому я решил потом меня же жаба душит уже не могу бросить практически новые кроссовки я купила стельки которые такие с гелевые и и вы знаете вот второй день подряд я гуляю проблем с пятками с пятками с пяткой тоже уже нет хожу нормально то ли стельки то ли чего что-то поэтому конечно если бы была бы какая-то проблема с любой обувью какой бы я не надела там надо было бы конечно к врачу идти а так у меня никак нет никаких проблем с с пяткой когда я что-либо обуваю только вот эти вот вот эти вот кроссовки но они новые и поэтому мне их жалко выбрасывать вот с этими стельками вроде бы знаете как как так прям удобно удобно она только такая гелевая и мягкая и идешь как будто как я не знаю по подушкам и вроде бы все нормально так что вот так но все равно вам спасибо за ваши советы за ваши комментарии все прочитала сейчас мне же теперь интернета много только вот ходила гуляла жарко на солнце ничего не видно кстати народу смотрите нормально так машин стоят в общем-то гуляют люди и самое интересное зачем-то плевают газоны буквально два дня назад был такой ливень целую неделю лила можно сказать через два дня но суббота воскресенье понедельник два дня третий сегодня они опять поливают смысл я не знаю может быть это все там запрограммировано каждый какой-то там промежуток времени все это поливается все я еду домой беру сумку и в спортзал не сейчас были стали длинными поэтому кажется что время еще очень рано на самом деле нет уже надо доезжать как вы могли бы заметить я уже с масочкой сегодня в сауне напарилась так классно но в сауне я попала потому что не было свободных душевых ковид что-то мы сегодня все женщины кинулись в душ сейчас себе наберу чайку какого-нибудь вкусного вкусного и буду пить чай я в прошлый раз смотрите вот так стерео сделала в пакетике прям наложила и удобненько очень ащуя такая деревня оказывается смотрите вот на этих вот сухорубков которые я купила в магазине кстати очень вкусно и всего рубль 50 а тут такая полосочка есть чтобы вот так вот закрывать а я стою и на кураге рассматриваю а тут все написано для дураков то есть как для меня и вот так вот а я а я вот такой фигней вот сделал тоже очень вкусный вот эти вот набор прям вообще супер здесь 200 грамм представляете евро 50 там и и и банан изюм арахис кокос ночник там всего до всего в общем магазин неплохой кстати вот что буду за конфетками для меня будут конфетки не открывается ладно буду с вами прощаться до завтра с у нас будет завтра не знаю встретимся и увидим всего самого лучшего всем пока пока